Собраться с ребенком на школьное мероприятие, прийти на остановку заранее, но все равно опоздать. Выходные Ольги Зарубиной пошли не по плану. Она проживает в жилом комплексе Западное Кунцево с 2014 года. Раньше на работу общественного транспорта не жаловалась. С такой проблемой столкнулась впервые. Сели на остановочку и, как обычно, наш маршрут 597М, который идет до станции Немчиновка, не пришел. Мы прождали 10 минут, прождали 15. Ждали и дождались, но вместо привычной компактной маршрутки пришел автобус. Заехать в жилой комплекс он смог, а вот выехать уже не получилось. Непосредственно в момент, когда он не смог въехать в наш классический разворот. У нас здесь, естественно, две полосы встречные. И он поехал, как обычно, на выезд. И вот на этом углу он просто не смог, не хватило ему угла разворота. И ребята-маршрутчики помогали ему выехать. Здесь образовался коллапс, там пробка, естественно, выезд весь встал. И вот он задом, задом, задом сдавал. И в итоге выехал по встречной полосе. Ну вот они направо поворачивают. А там узкая дорога, да. В сторону идут военного городка там, вот эти вот. И там не разъехаться. Очень даже опасно. Маршруты 597 и 597М популярны у жителей сразу двух густонаселенных жилых комплексов. С их помощью они добираются до железнодорожных станций и метро. И въезд в западное Кунцево – не единственное препятствие на пути. Здесь зимой вообще транспорту сложно в горку подниматься, особенно крупногабаритному. Потому что снежные заносы, и если вот дождь и грязь вместе – это все, то здесь затруднительный подъем. Крупногабаритного общественного транспорта здесь больше не будет. Успокаивает местных жителей пресс-служба Мострансавто. На маршруты уже вышли автобусы малого класса. При этом водителям еще раз напомнили о необходимости соблюдать расписание движения.